Большинством людей диагноз рак воспринимается как приговор, даже несмотря на то, что мы все больше узнаем о том, как можно лечить это заболевание. Вместе с тем, ученые во всем мире полны оптимизма. Многочисленные исследования дают хорошие результаты, а в некоторых клинических испытаниях даже удается чудесным образом исцелить первых пациентов. Денис Делаторе уникальный пациент. Она победила неходчинскую лимфому и может стать ключом к получению лекарства от рака. В 2017 году Денис испытал на себе новое экспериментальное лечение, называемое адаптивной иммунотерапией. Иммунная система — очень мощный инструмент. Она может защитить нас от большинства болезней. И наша идея состоит в том, что она может защитить нас и от рака. Рак пытается спрятаться и использует много разных механизмов для этого. Так что нам нужно помочь иммунной системе распознавать рак, перенастроить ее. Когда мне поставили диагноз, у меня было более 30 опухолей по всему телу. Самая большая была огромной — 7 на 4 дюйма. Лимфома Денис быстро прогрессировала. Химиотерапия и другие методы лечения не помогали. Врачи отводили своей пациентке максимум 6 месяцев. В тот день, когда я узнала об этом, я поехала домой и сказала сыну, что умираю. Я сказала, извини, что мне не удалось с этим справиться. Я чувствовала себя плохим родителем из-за этого. Для врача и исследователя доктора Джона Тиммермана Денис оказалась идеальным первым пациентом. Он и его команда смогли собрать у нее Т-лимфоциты, перенастроить эти клетки, и через две недели они были готовы вернуться в организм пациента. Мы берем Т-лимфоциты и реконструируем их, помещая в клетки гены, которые могут экспрессировать связанный с раком маркер. И удивительно то, что используемый для этого генетический материал — это фактически часть вируса иммунодефицита человека. Это так называемый лентивирус, производный от ВИЧ. Он дезактивирован и как бы выпотрошен. Мы начиняем его генами, которые активируют атакующий рак белки. Лечение, которое получила Денис, абсолютно уникальное и действенное только для нее. Для каждого нового пациента приходится делать свое собственное средство. И это сложность, которую этому очень дорогому методу лечения преодолеть непросто. Но ученые не опускают руки, например, в лаборатории Крукс Калифорнийского университета Лос-Анджелеса. Мы изучаем стволовые клетки крови. Они есть у всех нас, и они могут образовывать любые клетки крови, включая иммунную систему. Мы также изучаем плюрипатентные стволовые клетки. Они особенно интересны своей способностью бесконечно делиться и создавать все больше и больше неизменных копий самих себя. Идея, над которой здесь работают, заключается в создании своеобразной библиотеки Т-лимфоцитов, запрограммированных под различные виды рака. Для этого ученые придумали, как повторить процесс, при котором в организме человека появляются эти клетки. Обычно это происходит в органе, называемом вилочковой железой. Он находится прямо здесь, в грудной клетке, около сердца. Вилочковая железа превращает стволовые клетки в Т-лимфоциты. И мы можем это повторить. Берем стволовые клетки и объединяем их со стромальными клетками, которые посылают генам необходимый сигнал. Как это происходит и в вилочковой железе. Все происходит в так называемом 3D-органоиде. Это неполноценная вилочковая железа, но в ней есть все необходимое для производства Т-лимфоцитов. Это маленькая трехмерная структура, которая находится здесь неделями. Именно столько занимает создание Т-лимфоцитов из стволовых клеток. Столько же времени на это нужно и нашему организму. То, что получается в этой лаборатории, еще не лекарство. Цель – проведение основательных исследований, на окончании которых уйдут годы. В конечном итоге мы хотим создать продукт, который могли бы использовать многие пациенты, чтобы в нужный момент мы просто достали его из морозильника для лечения, скажем, рака поджелудочной железы или рака простаты. То есть у нас были бы различные типы клеток, созданных заранее. Денис повезло, многие другие участники программы, в которой она участвовала, так и не смогли выздороветь. Мы хотим больше узнать о том, почему клетки Денис удерживают ее в состоянии ремиссии, каковы их характеристики и как мы можем использовать их при разработке новых методов лечения. Таким образом, каждый пациент может научить нас очень многому. Я очень рада, что смогла принять участие в этом клиническом испытании и что новый метод был одобрен, а значит и другие люди могут быть спасены. Если это может изменить жизнь хотя бы одного человека, то оно того стоило. В исследовании рака на каждую историю успеха найдется и история неудачи. Почему так происходит? Пченые ищут ответ на этот вопрос. Но главное, они уверены, что смогут ответ найти. Субтитры создавал DimaTorzok